Начинается новый цикл, учим Тора, слушаем чтение Тора каждой недели. Начинаем как раз с первой книги, первой главы, глава Берешит. Великий Ницей в Рабнафталий Цви, Иуда Берлин, из Воложин, в своем комментарии о Микдавар, введение на книгу Берешит приводит слова наши мудрецы, которые мудрецы говорят в трактат Абадзарова, что книга Берешит называется «Сефер Хайоша», книга «Прими», почему называется «Сефер Хайоша», «Прими», потому что как раз говорит, книга Берешит рассказывает о жизни тех людей, которые они называют «Яшарим», «Яшар». Кто они, Яшар? Авраам, Итсак, Яков, наши прадцы, называется «Яшар», как написано, когда Билам, наш пророк, который хотел проклонить еврейский народ со своим прокладой, говорит «Тамот навши, мот ешарим», в конце его пророчества он говорит, пусть смерть будет, как смерть вот этих праведников, но он не говорит праведник, не говорит цадикам, он говорит «Ешарим», вот эти, которые «Прими». Почему называют Билам, эти праведники, Авраам, Итсак, Яков, наши прадцы, «Яшарим», не цадикам, не хасидим, и что такое «Яшар» на самом деле, «Яшар» – прямой. Что такое прямой человек? Говорит, Нициви приводит это доказательство из нашего мудреца, слова «Хазал», что «Яшар» имеется в виду человека, который со своим поведением, поведением прямой, он прямой человек. Его отношение с людьми, отношение между человеком и человеком, он прямой человека. Вот это называется «Яшар». И мы это видим в течение истории, которая рассказывает, как книга «Берешит», которая говорит нам о основе нашего народа, наших прадцов, из кого мы все выходим из этих прадцов. А тоже рассказывает о поведении, когда Авраам занимался с людьми, которые вокруг него. Не только там, тогда не был еврейский народ, не были у него люди, евреи, с кем он может пообщаться, только его жена и дети, и сын, да. Но, как он разговаривает, когда умирает царь, и он должен похоронить царя, и как он разговаривает с уважением, скромностью, как Ицхак, Яков. И даже когда были конфликты, конфликты были между Авраамом и царем Египта, между Ицхак и Авимеллах, и между Яков и Лаван, и вот есть, были конфликты. Но всегда, даже в самом большой конфликте, даже когда написано в Торо про Яков, что Яков ругался на Лаван, так написано прямо в Торо, в Аихар ругался на Лаван. И говорит строгие слова, он говорит слова Муса, Лаван, почему ты так сделал, почему ты обманывал меня. Но в конце, вот тоже самое глава, где Яков спорит с Лаваном, в конце они заключают союз. Вот это качество, что человек может быть, Авраам и царем, наши праотцы, что даже когда у них не все хорошо между человеком и человеком, даже когда есть какие-то конфликты, но сразу они решают конфликты, сразу они имеют возможность помириться даже с людьми, которые называются враги. И на это говорит наш мудрец, Медраж говорит на этой истории с Яковом. Лучше гнев наши праотцы, чем скромность их потомки. Потому что то, что мы называем люди скромные сегодня, вот их потомки, но это не доходит до уровня мира, который существовал, даже когда конфликт существовал, даже когда был конфликт между Яковом и Ивановым. И поэтому Белам, пророк Белам, злой Белам, который хотел ничего делать, просто только он ненавидал евреев, хотел проклонить еврейский народ, он не может быть удивлен из-за того, что Авраам был праведником, они соблюдали Тора, они верили в Бога, это для Белам ничего не значит. Но в момент истины, в момент правды, когда Белам говорит пророчество, он понимает, что все равно существует большая разница между себя и между Авраамом, именно по поведению, по человеческим поведениям, человек и человек. И поэтому в этот момент он просит от Бога тому, чтобы моя смерть была, как Ишарим, Яшар. И поэтому говорит Ницив, вот это называется, эта книга Ишарим, Яшар, сифра Яшар, потому что важность учит, эта книга пришла, чтобы мы учили, и мы смотрели, и подробно понимали поведение, как они разговаривали, как они ввел себя между человеком и человеком, Авраам, Ишар, Яков. И надо стремиться, чтобы мы тоже, когда мы учим Тора, конечно, надо учить все законы Тора, все заповеди Тора, но тоже самое, в том числе, надо учить Дер-Херец. И в Дер-Херец мы учимся из той Ишарим, по которой рассказывает о этого сифра Хаяшар, который называется сифра Брэйшит. Шаббат шалом.